Железная логика Все остальное, что прилагается к Сергею Александровичу Михееву И наш телеграм-канал Вести FM+, тоже переходите, подписывайтесь И прямая трансляция эфира идет первое о главном В Рутиюбе, ВКонтакте и в Телеграме Кому интересно, тоже переходите, смотрите, слушайте и так далее Впитывайте, что называется Предлагаю начать с тоговой визита Владимира Путина в Китай Посмотрел передовица Женьмин Джибао Вся в упоминаниях встречи двух лидеров Что бывает достаточно редко Подписан крупный контракт на поставку зерна Проект газовый Сила Сибири-2, похоже, будет реализован И из итоговой пресс-конференции Президента, ну, наверное, можно Сильный пассаж про блины Для США, мол, зачем, если На Западе утверждают, что Россия проиграла Битву на Украине Зачем вы поставляете те же самые Дальнобойные тактические ракеты Байден пусть садится за блины И приезжает на чаепитие И еще одна из обращающих на себя Внимание цитат Что российские ВКС Начинают патрулирование над Черным морем С ракетами Кинжал При этом президент упомянул Те две авианосные группировки Которые США загнали В Средиземное море Ну, раз верховный Главнокомандующий дважды уточнил Что это не угроза Это не угроза Видимо, все-таки для кого это угроза И кому-то это не понравится Ну, по поводу, во-первых, итогов визита Все-таки итоги визита чисто экономические Да, вот эти заявления про кинжалы Они просто сопутствовали Потому что, ну, ситуация изменялась Пока Путин был в Китае Вот Ну, что касается экономических итогов Да, экономические связи Между Россией и Китаем Будут нарастать Вот Большие контракты на поставку пшеницы У нас рекордный урожай Поэтому, значит, по зерну В этом году достраиваются трубопроводы Газопроводы, так сказать Газ, который раньше шел на запад Пойдет на восток Ну, правда Видимо, по более дешевой цене Но это тоже, как бы, дело времени Это вопрос, так сказать Изменения Изменения ситуации Да Потом миллиарды Там, по-моему, 4 миллиарда киловатт Часов электроэнергии Новок сказал, что мы готовы поставить В Китае Потому что Китаю нужна энергия Там экономика работает И, в общем, энергия Энергия нам нужна У нас ее много Будем, так сказать Все это делать Да Вот Ну, и это хорошо И это хорошо Потому что это подтверждает Те вот такие, так сказать, картинки Где Путин и Си Цзиньпин Явно совершенно Китайцы демонстрировали Что Путин это гость номер один На этом мероприятии Да Вот Ну, и Это, еще раз подчеркнем Разрушает все эти разговоры Американцев О том, что, вот, мол Китай отдаляется от России И России, так сказать Между Россией и Китаем Какое-то охлаждение Там и прочее Ну, это очевидная демонстрация Того, что это нет Да и самое-то главное А откуда бы ему взяться Этому охлаждению Мне кажется, тут европейцы И американцы Тоже пытаются выдавать Желаем за действительное Да Вот, я еще раз подчеркну Как бы, да Что Как раз наоборот Все происходит не так Как им хочется По их Рыночной логике Как раз Китаю надо дружить С Америкой И Европой Да А вовсе не с Россией Экономика которой Как раньше любили Нашими либералами повторять Меньше экономики Калифорнии Че с нами дружить-то Зачем? Для чего? Вот, не надо с нами дружить Надо дружить с американцами Ведь огромные связи Экономические Тем не менее Китайцы понимают Что Деньгами все не измеряется Деньги это очень важно Вот Но есть какие-то Более важные вещи Там, например Безопасность Или, например Самостоятельность И в данном случае Дружить с Россией Как бы, да Гораздо выгоднее Это во-первых А во-вторых А что, собственно Могут предложить Китаю Американцы И европейцы Вот они требуют От Китая Например, скажем Поддержать Украину Или там, скажем Присоединиться к санкциям Против России А зачем? А вот А зачем? Европейским странам Европейскому обывателю Вешают лапшу На уши Про демократию Вот, мол На Украине Демократию надо защищать А вот Китаю Зачем защищать демократию? Вот идеологическая Мотивация Для Китая Вообще не подходит В конце концов Американцы И, значит Европейцы Да и сейчас Что упражнялись И упражняются В обвинении Китая В том, что там Тоталитарный режим Что там Коммунистическая партия Всех там душит Вот Очевидно, что им Ваша западная демократия Не нужна То есть вот этот кусок Мотивации Которым можно обманывать Довольно большое количество Людей, например В Европе Он в отношении Китая Не работает Им это вообще нафиг не нужно Тогда что вы можете Предложить? Рынки сбыта Экономическое сотрудничество Но, во-первых Что касается рынков сбыта Как бы Европа и Америка И так покупают Китайские товары И будет покупать Потому что Другого выхода Просто нету Они всю свою промышленность Отправили куда-то там Далеко-далеко В том числе В этот Китай Ну и все И рынки сбыта Они сами по себе Будут А что касается развития Так американцы Сейчас делают все Для того, чтобы Затормозить развитие Китая А не мешает ему развиваться Они вставляют палки в колеса Его технологическим проектом И это всем видно А не просто видно Они об этом заявляют Прямо, открыто А Европа тоже Значит Встраивается в их курс И тогда зачем Вот мне очень понятно Просто потому что Запад считает себя главным Вот так что я думаю Что один из главных выводов Как раз вот этот вот Он подтверждается В том числе Экономическими связями Бэнс собирается пойти На второй срок Пойдет он На второй срок Не пойдет Там неизвестно Дойдет или нет Дойдет, не дойдет Неизвестно Но ему вот сейчас наоборот Нужно значит Демонстрировать силу Нужно демонстрировать Самоуверенность Да нам вообще все равно Да мы можем Хоть две войны вести Хоть двадцать две Да мы же Америка И вообще Вот эти все эти понты И так далее И так далее Поэтому я думаю Что сейчас он ничего Из этого не услышит Если услышит Кто-то в Америке То скорее всего Только после выборов Осенью И то Если до осени Не произойдет ничего такого Что они могли бы Записать себе Условно говоря В успехе В успехе Путин говорит о том Что готовится Наступление Украинской армии Теперь на херсонском Направлении Но пока ничего Кроме потерь Но все равно Опасность существует Каждый день идут бои Каждый день погибают люди И так далее То есть все это Совсем себе не шутки Поэтому я думаю Байдену сейчас Он не будет слушать Байден сейчас играет В царя горы Посмотрите Что он демонстрирует Приехав в Тель-Авив Он демонстрирует Да мы и там Так сказать Это самое Управляемся И здесь Да у нас столько всего Он демонстрирует Что они хозяева мира Вот что он показывает Сейчас Что они короли Мы на Ближнем Востоке И в Европе И на Украине И китайцам Создаем проблемы И Россию Поджимаем Я король Я король мира Куда захотел Туда прилетел Что захотел То сделал Кому захотел То что пообещал Вот что он демонстрирует И он демонстрирует Это не только Условному Американскому избирателю Но и пытается Демонстрирует всему миру Хотя что касается Всего мира То конечно Ситуация на Ближнем Востоке На самом деле Как бы с каждым днем Наносит все больше и больше Мне кажется Больше и больше урон Как раз Репутации Америки Потому что Вот эта полная Солидаризация Америки с Израилем Ну в большинстве стран Не западного мира Воспринимается отрицательно По понятным причинам И все эти разговоры Там вот опять же Попытки Израиля Как-то оправдываться Отмываться от этого Удара по больнице Там да это не мы Да вообще там И народу мало погибло Их никто не слышит Вот я вчера сказал Сегодня еще скажу Так сказать повторю Вот добро пожаловать Как бы и американцам Как бы и израильтянам Вот в ту позицию В которой они Ну американцы в первую очередь Да конечно Пытаются держать Россию Типа того Что-то случилось Мы еще даже не выяснили Кто Но мы уже назначили Виновной России Мы ее расследовать не будем Понятно что это Россия Потому что она плохая Она всегда была плохая Она сейчас плохая И она всегда так сказать Собирается быть плохой Поэтому это она А ты давай там Россия отмывайся И что бы ты ни сказала Мы тебе не верим Вот в такой позиции Сейчас Израиль Находится в глазах Всего не западного мира Да и части западного Тоже значительные Вот никто не собирается Ничего слушать Никакие снимки смотреть Так сказать Никакие видео Никого не убеждают Тем более что вот В течение суток Которые вчера прошли Да Сразу несколько версий Так сказать Вспыхивали и гасли Вспыхивали и гасли Потому что непонятно Вообще правда Это неправда Каждая страна Значит это самое Выставляет все новые доказательства Тут это Прошла новость Что мол Пентагон Подтвердил там Правоту Израиля Вот это уж точно Пентагон Это уж действительно Такое Последняя инстанция Последняя инстанция Самый объективный Как бы да конечно же Судья в этом мире Это Пентагон Да Вот уж от кого мы ждем Честности Так это от Пентагона Ну это смешно Все это смешно звучит И в незападном мире Как бы да Ну по крайней мере Там в Африке и в Азии Вот это воспринимается Значит довольно скептически Или вообще значит С порога вообще отвергается Виноват во всем Израиль И стоящие за ним американцы Ну вот давайте Крутитесь как бы да заодно Может быть прочувствуете Как это Как это так сказать Когда ты попадаешь Вот на это место Что на Ближнем Востоке сегодня И вокруг него Турция объявила Трехдневный траур По погибшим палестинцам В Израиле Байдена Сменил премьера Великобритании Риши Сунак Он с визитом Солидарности двухдневным А Зеленского Израильтяне попросили подождать Вернее сначала сказали Что не время А потом Глава МИД Украины Сказал Вот нам не нужно Зеленскому не отказали А просто вот сейчас не время Чуть попозже Наверное Тут редкий случай Когда человека не пускают На историческую родину Вот он Да да Кстати Его не пускают Интересно у него есть паспорт Кстати может быть и есть Где нибудь в загашнике Может быть там Я думаю не один паспорт Разных государств Вот И по поводу Дальнейшего развития событий Местные телеканалы передают Что Власти Израиля На встрече с Байденом Сказали что Наземная операция в Газе Неизбежно И Израильская радиовещательная Корпорация Заявляет что Армия обороны Израиля Завершила подготовку К наземной операции Против сектора Газа И вот Чуть ли не с минуты на минуту С минуты на минуту Она начнется Что касается Ударов Они продолжаются По кварталам Газа Со стороны Израильской авиации Вот Он заявил Что уже четверть Жилых домов В секторе Газа Они разрушены Или повреждены В ходе конфликта Что касается больницы Той самой Которую разбомбили То Данных о жертвах Среди россиян В результате этого удара Нет Вот Вопрос был такой Да Вернее Предположения были такие Что приедет Байден Как бы все там Обсудит с Нетаньяху Он уедет Он уедет И вот будет как бы Перелом Такой кризис Да Как в болезни Либо Значит Пациент умирает Либо выздоравливает И говорили Вот он Смотря о чем Они договорятся Либо договорятся Что все Израилю говорят Стоп Дальше вот Судя по этим картинкам Дальше этого Мир уже не примет Либо наоборот Действуйте до конца Как сказал Байден Мы с вами навсегда Ну да Тут Байден тоже попал В это самое В такую Сказом так Щекотливую ситуацию И было это видно Вчера По вчерашним заявлениям Когда он летел в Израиль Он там что-то такое Пафосно сказал Я задам Израилю Жесткие вопросы Ну что ты Дед Ты задал Жесткие вопросы Или что И где Это самое На твои жесткие ответы Вопросы Прямые ответы Что в итоге Мне кажется В какой-то момент Особенно на фоне Вот этого удара По больнице Видимо Американская сторона Заколебалась Что же делать То ли выразить Абсолютную поддержку И тогда уже Всю кровь Которая будет проливаться Тоже братья на себя То ли может быть Сыграть миротворца Вот как-нибудь Так вот сделать Так чтобы Израиль отказался От наземной операции Или какое-нибудь Такое вот решение Придумать Да И сказать что Вот смотрите Мы восстановили мир Значит В Палестине Ну и пока Пока видно Что с миром Что-то у них Не получается ничего Видимо никаких Жестких вопросов Как бы они не задавали Или не получили На них соответствующий ответ И теперь Остается И идти ва-банк Ну что ж Для имиджа Америки Для ее образа И для общественного мнения Это будет только хуже Вот И в том числе Значит В арабском мире И не только Потому что Например В той же самой Европе Довольно много Как мы знаем Так сказать Противников Вот этой операции Противников Израиля Кстати Не только Эти все Всевозможные диаспоры Арабские Ну и всякие Левые и леватские Организации Ну и много-много-много Кто еще Да Вот И значит Недоверие к Америке В этом случае Кстати говоря Может в принципе Сыграть и на недоверие Америке В любом другом случае То есть в принципе Вот такая вот Абсолютная зависимость Европы от Америки Во всех решениях По крайней мере Внешнеполитических Да Она сейчас Будет раздражать больше На фоне того Что происходит в Израиле Ну и ладушки И хорошо Плохо что люди погибают Да Плохо что кровь льется В том числе Как бы до гражданских Мирных жителей Вот Ну а так Что ж Они влезли в это дело Да Будет ли эта операция Наземная Молниеносной Там условно говоря Как бы И однозначно успешной Да нет конечно Не будет Не будет Потому что Это очень трудно Будет сделать Но они попытаются Изобразить Я все-таки Вот то что говорил В первые дни На том как бы Пока и Останавливаюсь Я думаю что На самом деле Это такая ситуация Когда Израиль Тоже попал в ситуацию Когда он не может Не продемонстрировать Какого-то успеха И кстати говоря Именно поддержка Американцев На это их провоцирует То есть он уже Немножко даже В безвыходной ситуации Им надо показать Что-то Что можно Выдать за успех При всем При этом При всем Он конечно не решит Не в состоянии Сейчас решить Ни палестинскую проблему Ни там Проблема в отношении С арабами Или с Ираном В целом Вот Но что-то сейчас Надо изобразить И к сожалению Конечно Это будет тоже Подталкивать его К еще большей жестокости Экс-глава ЦРУ Заявил Что наземная операция В Газе Будет ожесточенной Затянется на год А Байден Сегодня вечером Выступит С обращением к нации Как пишет Рейтер Вполне возможно Попросит Конгресс Выделить 100 миллиардов долларов На помощь Украине Израилю и Тайване Украине правда 60 миллиардов отойдут Израилю обещают Всего 10 миллиардов Сейчас уходим на новости Сергей Михеев И его железная логика Не переключайтесь Железная логика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok